Армия Израиля ликвидировала в Сирии советника гвардии Ирана – Реутерс. Старший советник революционной гвардии Ирана Саиет Рази Мусави был ликвидирован армией Израиля во время авиаудара вблизи сирийской столицы Дамаск, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Реутерс. По данным СМИ, Мусави был ответственен за координацию военного альянса между Сирией и Ираном. Как заявляли в Иране, он был одним из самых старых советников гвардии в Сирии, посол Ирана в Дамаске Хосейн Акбари заявил иранскому государственному телевидению, что Мусави был назначен в посольство в качестве дипломата и был убит израильскими ракетами по возвращении домой с работы. При этом в Иране заявили, что Израиль пострадает за убийство Мусави. Узурпатор и дикий сионистский режим заплатят за это преступление, говорится в заявлении гвардейцев, зачитанном на государственном телевидении Ирана. Со стороны израильских военных не было никаких комментариев. Участие Ирана в войне Израиля и Хамас. С первых дней боевых действий в США заявляли, что Иран является соучастником войны. Он тренировал боевиков Хамас, а затем его прокси, такие как, например, Хизбалла, атаковали Израиля или американские базы. Дестабилизируя ситуацию в регионе, сам Иран отрицает свое участие. А недавно верховный лидер Ирана Али Хаминей заявил лидеру Хамас Исмаилу Гани, что его страна не будет вступать в войну против Израиля от имени Хамас. Война в Израиле. Напомним, боевики Хамаса 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию «Железные мечи» и обстреливал места террористов в секторе Газа, 24 ноября между Тель-Авивом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушения условий перемирия со стороны Хамас. 14 декабря, в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы война между Израилем и Хамасом закончилась как можно быстрее. В тот же день министр обороны Израиля Йоав Голланд заявил, что война займет больше нескольких месяцев. Президент США Джо Байден заявил, что Израиль начинает терять мировую поддержку из-за «невыборочных бомбардировок» сектора Газа. Также Генассамблея ООН большинством голосов проголосовала по требованию прекращения огня. В то же время, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что международное давление не остановит войну против Хамаса. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.